всем привет с вами при и сегодня аналитику я веду один и не по собственной вине а потому что я хочу побыть один так как запись у нас нынче идет о воинам защита давайте сейчас рассмотрим конкретно моего вара и уже на основе его начнем делать какие-либо дальнейшие выводы о других воинов очень много поэтому аналитика будет достаточно долгой готовьтесь и так световые плечи световый плащ два куска соло таргет если же нам нужно 4 куска то мы одеваем дополнительно голову и одеваем ноги потому что это относительно хорошие сет куски на мой взгляд 4 куска мы одеваем ситуации на 3 плюс цели два куска то есть это может быть плечи плащ голова какие-то две из этих трех шмоток мы одеваем как вариант соло цель колечки искусность скорость ступни скорость искусность пояс тоже ноги нагрудник это по моему нагрудник с гулдана сейчас мы зайдем в игру и глянем до кираса легендарного короля 6 чертог искусность скорость голова большой шлем подземного ужаса искусность скорость избегание самое главное жетон стражей аксессуар сила скорость и нестабильный чародейский кристалл 860 смув спидом очень полезный между прочим да 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 хочется повыше его конечно дропнуть но все же ну а релики два на броню один с верхнего каражана железный кровь также может использоваться с верхнего каражана но в текущий момент у меня броня стоит которая с гулдана а третий релик это с алуриэль это душа пламени который увеличивает вероятность крита мощного удара щитом при действии блока щитом мне вполне комфортно играть при таком билде при таком вообще настрой скажем так при таких статах периодически я конечно меняю шмот о конкретно своих сменах шмота я говорил в таком видосике как комплекты воина в легионе комплект экипировки воина в легионе что-то типа такого если вам оно интересно можете посидеть и поискать этот видосик либо я просто закину его в описании ну там уже по желанию моему процент искусности весьма большой и периодически я все-таки думаю уйти в универсальность но как-то это желание весьма быстро уходит потому что таких вещей по типу скорость универсальность просто не падает мне увы ну что ж начнем и так бачвар первый воин которую мы сегодня будем осматривать и он пишет привет подскажи стоит ли добрать капхасты или уже можно коваться в мастере ну давай глянем искусность скорость ледопасть 80 я поздравляю и рок рок не самый лучший аксессуар с целью танкования но все же по хорошему да я бы добрал процент скорости добрал бы эти 30 процентов ну или хотя бы знаешь 27-30 а на самом деле как тебе удобно так и играть действительно мне допустим неудобно играть при 24 а менее когда уже я наигрался с 27-30 я не могу уйти к меньшему значению как я понимаю луженую глотку и управление огневым ты используешь вместе с поясом а профитно ли это соло цель задай себе этот вопрос и потестируй какие-либо другие беллы как вариант поиграй с перчатками или там колечко новое скоро будет надо будет его под ну для начала дропнуть а потом уже конечно же потестить думай и ратируешь мод и все у тебя будет в принципе относительно классно давай посмотрим твои релики хоть ты особо о них и не говорил но все же так релики 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 это что у нас ухты шьем и а почему она не пишется она должна была писаться этот релик я точно помню на увеличение поглощения от стойкости к боли это релик сапокрона который я хочу и он дает броню насколько я правильно помню сейчас я детально это посмотрю да нет он дает выносливость но на самом деле тоже относительно неплохо такой на броню мне кажется все таки получше будет а это у нас что же там за релик то падает такой так воин на удар грома дамаг ну не тот релик который можно использовать с целью выживания на самом деле попытайся заменить его ну и почаще ходим их плюсы тебя очень мало их пройдено и хотя бы десятый ключ за недельку закрывать надо и почаще обновляй своего в прогресс действительно далее эластур тоже две таких статичных триньки весьма интересно привет при можешь подсказать что стоит изменить в шмоте ох вот это мое самое любимое на внимательно посмотрим скорости как я вижу у тебя достаточно хорошее количество искусности ну хотелось бы больше ну ладно можешь по факту уже так маленько в универсальность уходить это поможет тебе при танковании боссов с излишним магическим дамагом талантик если ты каждые 6 секунд прожимаешь стойкость к боли то уберется обновленная ярость и это ко всем вообще применимо абсолютно билдам и прочим каким-либо моментом ну давай смотреть твой шмот у тебя два куска это шлем и ножные латы я не вижу смысла в ногах если ты можешь одеть хороший плащик с этого или хорошие плечики но если выбор идет между сетовым нагрудником и сетовыми ногами я больше склоняюсь к сетовым ногам сетовый нагрудник он вообще бесполезен навара потому что на нем что-то тысяча тысяча двести крита и это реально ни к чему как вариант дроп не себе хорошие ноги как у меня допустим то есть осматриваю мою арморе периодически я постараюсь сейчас вот около недельки с момента выхода этого видосика релогаться только в том шмоте в котором я одет в текущий момент потому что у меня есть долбанутая привычка я релогаюсь в том шмоте которым я ареню и хожу на бг это шмот максимального эквипа и по нему что-либо чекнуть это реально невозможно я сейчас попытался все обновить и как-то оно не проканало окей хорошо шлем идеальный шейку просто большего эквипа плечи не самые лучшие вот как раз таки с этого и возможно подойдут лучше на замену но что но крит действительно ни к чему плащик весьма хороший скорость и универсальность пойдет грудь неплохая насколько я правильно помню это каземат что ли или это аналог какой-то но это очень хороший нагрудник это я могу точно сказать легендарные перчатки легендарные запястья идеально хороший пояс на самом деле но то что он без скорости у тебя и так в принципе скорость набрана это вполне классно ноги как вариант реально смени на не с этого и плечи или спину найди с этого ступни идеальные у меня такие же колечко весьма хорошее только можно большего эквипа его себе как-либо откуда получить и это колечко тоже весьма хорошая аксессуары два на искусность и то есть у тебя два аксессуара на искусность у тебя относительно мало искусности все равно непорядок тебе их нужно больше в эквипа дропать это точно мы давай глянем релики твои так 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 смотрим так черный отряд так 205 так ну тут ну ладно я релики все-таки пришел смотреть ох 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 ну почему не пишет на войне я не понимаю что такое то я я не помню эти релики наизусть ну ладно хорошо чертоги железо да сейчас мы это все глянем окей не любят нас протваров ни в лизард него в прогресс никто нас не любит а меня-то уж точно никто так это ключ от чертогов это релик на увеличение поглощения стойкости к боли хороший релик релик скурталоса крепость черной ладьи это на максимальный запас ярости ни к чему действительно и гидры чего-то там огненный это на плюс процент хп средненький релик все-таки на какой-либо дамаг или на броню будет действительно получше да как вариант действительно салурель на дамаг на мощный удар щитом вполне неплохо зайдет я так думаю либо какой-либо аналог ну один процент хп это как-то это мало что ли это как-то глупо ставить релик на процент хп ну конкретно для вара если этот релик не высокого эквипа и можно дропнуть аналог и выше эквипом и по полезной способностью но действительно это мне кажется будет как-то получше идем дальше шейку зачалишь потом так а стоять я запутался в арморе подожди так это первый человек у меня мое арморе открыто вот с него я и путаюсь все 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 распутался так третий этот человечек пишет скажи пожалуйста какие слотов поменять и где их лучше выбить создал вара после того как смотрел твои стримы был очень вдохновлен помоги пожалуйста всех благ тебе побольше лек и лута теплые слова растрогал меня маленько спасибо тебе ох так какие слотов поменять и где их лучше выбить ну давай посмотрим твой шмот идеальные сет бонусы с самоисцелением тебе прокнули сетовые плечики это весьма хорошо на самом деле я так смотрю шмот факт это он хорош на самом деле да действительно у тебя весьма хороший шмот по поводу стат он подобран исключительно правильно так как надо скорость искусность ну можно конечно в универсальность чуть-чуть уйти но все же рок тринки вообще не самые лучшие действительно рок окей хорошо это бурстовой тринкет работающий то есть полминуты работает полторы минуты не работает 25 процентов аптайм ну ни к чему он действительно возьми себе какие-либо тринки которые имеют постоянный стат понимаешь танк он должен жить всегда у танка не должно быть таких переломных моментов по типу вот 30 секунд он живет полторы минуты он не живет нет танк должен жить всегда и он должен делать это весьма хорошо поэтому возьми себе такие либо тринки либо не знаю пропущие настакивающиеся вот вот у этого вары идеальные тринки только эквипом бы их побольше и одну бы на скорость на самом деле было бы хорошо а другой шмот спустить со скорости в универсальность или искусность да действительно как вариант тринки с постоянными статами это будет реально классно и реально полезно по моему мнению ты будешь жить ты будешь дамагать и тебя не будет сильно пробивать а рок и сердце тьмы да такие себе это тринки не особо то и нужны давай глянем твои релики что там успел собрать за время начала просмотра моих стримов так налкор 3 дня назад почему вы не обновляете своего в прогресс ну неужто вы сами в этом не заинтересованы я вот его обновляю допустим ну до стрима и после стрима как-то ну не знаю так релики 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 это с эмирона в утробе по моему он дает процент хп процент выносливости ну это я уже высказал свое мнение по поводу этого релика так казематы стон броня это классный релик и по моему этот релик он является бисовым на фури огненный но не очень хорошим на прота потому что прот вар он дает ярость максимальную а я не думаю что ты накапливаешь более чем 100 ярости хорошо бывают моменты когда вы накапливаете более 100 ярости когда вы получаете много дамага но я не думаю что вы получите такой объем дамага что вы выживете и получите большое количество ярости кроме разрыва ус на гулдане ну не знаю я не особо слежу за набором ярости я ее активно трачу и играя через месть мне по кайфу как бы да но относительно неплохо хорошо заряженный прота вар поменять треньки ходить побольше миф плюсов и все будет отлично всех благ счастья здоровья легендарок побольше взаимно это фури вар привет сколько мификов можно закрыть ну учитывая ну вот мощь кросса вообще дерьмовая тренька это все что я могу сказать реально по этому вару а по моему я делал аналитику на этого вара то ли в первом то ли во втором видосике своей аналитики так что там была отсылка к этому ну вот у тебя закрыта ноль в текущий момент к тому же у тебя не full хм закрой для начала full хм найди себе какой-либо статик и со статиком уже пытайся крыть опахалку хотя рандомы по моему уже кроют четырех боссов за два или за три часа а может даже и больше я не особо слежу за их движениями ну всех благ так дроп и настой для хурика тебя все равно занерфит но всех благ все равно так идем дальше оцени пожалуйста характеристики вроде во время танкования неплохо себя чувствую но иногда недоволен эквип обычно этот иногда меняя в последнем тире таланта управление гневом на некоторых офисах помогает причем уж сейвов откатывает реально заметно ну да если ты получаешь большой объем ярости от большого публичного дамага то ты быстрее откатываешь сейвы все верно но я обычно играю с жестким отпором действительно управление гневом очень хорошо заходит при использовании таланта луженая глотка вот ты одеваешь поясок ты берешь луженую глотку ты откатываешь ее быстрее ты получаешь от этого какой-то объем ярости этот объем ярости засчитывается в управлении гневом и все становится реально классно давай посмотрим по поводу твоих статов шмота и прочего вообще у тебя 4 куска 4 куска использовать на постоянной основе при танковании рейдовых боссов это относительно глупо поэтому я рекомендую тебе снять нагрудник дропнуть какой-нибудь вариант там с гулдана или ну у человечка там была скорость и искусность тоже весьма неплохой нагрудник только надо понять откуда он дропается как вариант с каземат по-моему аналогичный есть и ноги тебе надо на что-то сменить штаны магического защитника выйдут весьма неплохо в этом плане у меня тут есть некий бис лист ну как вы можете его получить вы заходите на мой твич канал пишите команду восклицательный знак бис и как бы все и перед вами ай вылетает вот это вот вещица только почему-то я не вписал квартал странно все это ладно смотрим дальше вот то есть сменить ноги сменить нагрудник потому что танчить на постоянной основе с 4 кусками это глупо по той причине что не так много крит блоков ты выработаешь соло цели да и не всегда ты танкуешь боссом ну вот придас если у тебя нету легендарных запястьей ну еще пойдет но легендарные запястья будут лучше чем придас это точно так идем дальше смотрим плащик хорош поясок у меня был такой тоже скорость крит потом сменил на скорость искусности тебе желаю скорейшей смены ступни не твои на них очень много крита то есть ты теряешь считай косарь вторичной статы почти а это ну такое себе вот так что смени как вариант чертогов относительно хорошие ступни дропаются которые мне нравятся и которые я хочу большего эквипа так что походи чертоги чертоги весьма приятный инст и ап в нем дают много и лут хороший и релик сегодня нам 925 и железо упал увы не мне но все же колечко хорошее это смк по моему ну оно здесь недельного сундука упало поздравляю это тоже колечко классное скорлупа и загустевшая мана скорлупа неплохая тринка с настакивающейся скоростью относительно классная на самом деле но ее тебе надо большего эквипа если ты далее намерен с ней танч загустевшая мана ведь я не знаю как часто прокают эти заряды насколько большой щит тебе дается и насколько она классно работает для про товара не та триня которую я бы хотел себе на самом деле тринка с сила плюс да хоть что кроме крита тебе подойдет сменишь шмот правильно наденешь оденешь оденешь наденешь крит урежется и статы другие поднимутся это точно давай скопируем твой ник и глянем все на во в прогрессе касательно реликов я хочу их видеть так это тот же сапокрона уже говорил о нем свое мнение ох ты а это что такое это я не знаю что такое так это с брутала пыталась 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 о так это релик на броню если он у тебя высокого экиппа то это классно я тебя поздравляю вот а что это за релик такой а я могу это вычислить у тебя 52 левел а выше даже да отлично это короче знаете что это короче тоже на броню ну видите да то есть тут у него везде четверочки пятерочка тут у него то есть плюс один ранг это от железного релика этот релик дает броню это уже значит пять брони а и центральный релик тоже значит дает броню поэтому шесть ну хороший релик если он хорошего экиппа классно поздравляю тебя ну не знаю релик на процент хп идем дальше и еврей какие мощные тринкеты это по экиппу я смотрю так раз два три четыре пять шесть угу что хорошо что плохо куда двигаться ох на самом деле я тебе могу сказать так что у тебя относительно все хорошо сокета нет вот так дай мне какое то время мощно ступни не твои опять же как и в ситуации с прошлым варом кольцо тоже не твое прям вообще не твое с гулдана будет лучше с логово будет лучше да много откуда без лист глянешь поймешь три нехорошие на самом деле как вариант попытайся дропнуть себе ожерелье с квартала звезд оно как-то называется ожерелье звезд абсолютно такие же статы возможно там разница в них не один семь к одному а один и пять к одному типа такого но это и к чему ты будешь получать дополнительные косарь хосты с сета то есть когда вы одеваете осколок времени и ожерелье звезд совмещая их вы уже получаете бонус к скорости передвижения не 15 а 30 процентов и еще дополнительно тысяча скорости сверху то есть от этого осколка он получает пять триста будет получать шесть триста это весьма приятно и он не особо потеряет статах этот вар трансмог классный санглок оценит хосты очень мало искусности очень мало все очень плохо тебе нужно поднимать хосты процентов на 5-7 искусности при таком количестве универсальности такое количество искусности относительно нормально конечно при твоем эквипе но все же хочется как-то больше искусности хотя бы там 40-50 как вариант маленького универсальности срежь его искусности хотя а может ее и так оставить но скорость надо поднимать скорее всего я так думаю ты используешь гнев луженую глотку а используешь легендарный пояс таких талантов подумай лютая месть неплохой талант но обновленная ярость все-таки мне как-то получше заходит лютая месть работает только на реванш обновленная ярость работает на все способности но с таким количеством скорости я не думаю что ты можешь прожимать стойкость более каждые 6 секунд это ты должен либо получать какую-то долю дамага либо у тебя должно все нормально прокать но так относительно неплохо самое главное чтобы тебе было с кем играть и с кем фармить миф плюсы если тебе не с кем будет фармить миф плюсы то твое одевание будет на месте оно остановится и будет очень плохо давай глянем релики чё я фигней занимаюсь я так буду осматривать один на игнор пейн один на реванш один на удар грома релики на дамаг это хорошо при зачистке миф плюсов при возможно освоении боссов где важен дамаг от каждого но все таки танк должен жить поэтому релики на что-то другое что-то относительно сейвище по типу брони или увеличение так где оно? я потерял ну игнор пейна это будет получше все таки что идем дальше это интересно конечно сейчас будет как мне быть с триньками кроме того что видно есть кристалл и архи лего пробовал на мобах приговор и архи лего то есть приговор от 4,5 ляма от архи 2,5 ляма выходит типа паловского бабла прикольно но приговор от дачи может иногда сработать в теоретические моменты когда меньше 50% хп не очень от тринька что посоветуешь? ах да выпал на той неделе кристалл но он 75-й так что эквип снижается короче нужен совет что вообще по тринькам вот то что у тебя срезается эквип это вообще на что самое последнее надо смотреть действительно что на первое нужно смотреть это на твои сокеты ты вообще себя любишь или нет? задай себе этот вопрос зачем ты в лик это как 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 я это называл в конце дренора это это сверх разум это это 100 скорости говорит в легендарную шею только вдумайтесь в это хорошо такой вопрос по тринькам вопрос по тринькам хорошо вообще что я могу сказать по тринькам все таки чуть-чуть же я тут приписал что я хочу аксессуары для рейда это относительно соло таргет и центи хондри клык его можете не учитывать потому что я его получил и я с ним поиграл и я понял то что это не очень санубе сета панцирь не руба весьма хороший осколок времени аксессуары весьма хороший цепи то есть это тринька типа сила плюс что-то и это что-то должно быть не критом с ик с элгенота конкретно падает чаша чаша кошмарного гноя прокать на универсальность прокать весьма часто и хороша при танковании магических боссов дерзай и кристалл это топ тринькет я не думаю что ты прям так сильно потеряешь в хвипе если ты уберешь договор и поставишь кристалл также найди себе аналог цепей как это сделал я то есть жетон стражей девятьсот десятый сила плюс скорость он мне дропнул за осколки за пять тысяч осколков мне повезло и все будет отлично прочарься по нормальному на двести статы прочарь нормально плащ на мейн стат силу ставь нормальные камни на сто пятьдесят статы хосты и все у тебя будет хорошо потому что играть с восемнадцатью процентами скорости ну это не очень хорошо а играть с такими талантами это это соло игра по моему вообще мне кажется чем хорош про товар он относительно полезен чуть-чуть у него есть три процента вампиризма да это мало да это не очень но все же это получше будет что то сбросились его таланты я не туда кликнул это новая армори она очень классная понимаете ну ну и что ну и что трескучий гром не самый хороший талант предельный шаг будет получше он повышает твою мобильность и ну то это спринт в последующем играть с неукротимостью это не семь один в текущий момент сейчас очень много людей играет сокрушителем при фарме мифик плюс сокрушитель точно лучше потому что нету такого большого объема дамага который в тебя может влететь из-за поднятия отражения заклинаний то что раньше оно уменьшало магический дамаг на 30 процентов сейчас уменьшает на 50 ты не получишь какой-либо фатальный дамаг от магического дамага допустим хирия на двадцатом тиранике серьезно мы ее сетели осваивали и осваивали лишь не по той причине что я умирал а умирали дамагеры действительно жестко двадцатый тираник то есть в них влетают косты после потока каких-либо ауешек и эти косты их ваншотают а я спокойно летаю от этого луча прожимая рефлекты мне по кайфу даже без неукротимости я играю с сокрушителем и я рад этому луженая глотка хороша при поясе но уж не точно при твоих легендарках месть будет лучше опустошитель а когда он берется вообще последний раз я брал его на некротике чтобы увеличить процент парирования и получать меньше стаков некротика потому что когда по тебе цель не попадает логично что некротик по тебе не вешается обычно я играю с жестким отпором но это что-то что-то я не знаю это какая-то сборная солянка это не вар это что-то это что-то совмещенное с кем-то я не понимаю с чем это что-то не то это не то слишком много шмоток с критом слишком много непоняток всяких каких-то трения архимонда она очень хорошо зайдет как вариант на освоение ты используешь придас ты используешь ненависть архимонда ты можешь пережить при браке придаса и при использовании трения архимонда какой-либо большой дамаг но это все это не более на постоянном выживании при там при постоянном танковании мне кажется тебя быстро сложат дай-ка я релики твои гляну если я гляну я сейчас повешусь прямо здесь же мне кажется это аналитика тут все жестко между прочим один релик на хп один релик на прыжок я нашел этого человека который ставит релики на прыжок один релик на удар грома я не знаю как ты будешь жить спаси и сохрани а какой вопрос то был а ну да спаси и сохрани одевай кристалл и все у тебя будет хорошо я на это очень сильно надеюсь надеюсь я ну хоть чем-то помог я не хочу фуривара посмотреть ну почему стоит ляпать версу нет ну серьезно я не могу ответить что-либо на арморе по фурику действительно ну хорошо давайте откроем его в прогресс может быть там он хотя бы в проте я буду очень рад если он реально вот хорошо давайте поанализируем его шмот который предоставлен здесь это релик на реванш это релик на хп это релик селуриэль который у меня в текущий момент релик как я вижу высокого эквипа потому что артефакт даже на сколько шесть семь на семь эквипов больше чем у меня неплохо тебе повезло с реликами хорошая шляпка хорошая шея использование четырех кусков солоцель глупо уже объяснял почему грудь и ноги смени на скорость плюс искусность вещицы поясок хороший перчатки хорошие ступни ни к чему действительно скорость искусность хотя бы 910 и уже будут лучше скорее всего колечко сменить второе колечко сменить этот аксессуар эти два аксессуара тоже нет на самом деле ты спокойно оттанчишь соло и трея прям спокойно у тебя очень много как я вижу универсальности у тебя весьма хороший подбор аксессуаров опять же универсальности много да и какой-либо большой магический дамаг постоянный ты спокойно переживешь но все таки мне кажется какие-либо тринки со скоростью будут получше или опять же сила плюс универсальность или кристалл тот же относительно неплохо зайдет использовать тринью архимонда на постоянной основе это глупо это надо ротировать с перчатками с поясом не знаю какой вариант смотрят ситуации на самом деле но я не думаю что я тебе тут особо такой топовый прямо подсказчик я думаю ты сам прекрасно знаешь что тебе нужно в в таких боях но все таки некоторую долю информации я тебе дал и как либо я надеюсь что ты будешь и ориентироваться всех тебе благ как говорится итак идем дальше это кто это защита ну это очень мощный на самом то деле это прям защитник азерота а подскажи что можно и нужно улучшить для лучшего танкования при топ так шлем с критом точно надо менять крит не твой стат крит не твой стат вообще не твой и даже здесь не твой и здесь тоже и нужно камень поменять и тут тоже слишком много вещей на крит на самом деле 24 процента крита даже при снятом щите щиток же тоже дает крита с искусностью неукротимость не самый лучший талант уже объяснил почему этот сокрушитель будет лучше скорости надо больше искусности надо больше всех стат надо больше срезай крита восполняй потери в скорости и искусности надеюсь что вов прогресс у тебя не обновлен и ты висишь там в этом самом братья а так ты недавно только играть начал 20 лвл артефакта а нет один месяц назад обновлено и как я могу это анализировать ну да попробуем может из этого что-то получится сейчас я еще разиков 5-7 кликну если нет то нет ну с удочкой потому что увы ну по реликам я уже что-то рассказал так что прислушайся к мнению на прошлых аналитиках подскажи по шмоту и статам ну хорошо давай 4 куска использовать глупо по поводу замен уже было сказано ранее крит не твой стат плечи не самая лучшая легендарка запястья зайдут намного лучше и опять же у тебя запястья с критом поэтому нужна срочно их замена да а плечики найди себе сетовые и снимай нагрудник с ногами и в таком случае можешь еще плащик снять если дропнешь сетовые плечи думай думай действительно соло цель это 3 лучших шмотки существуют тировых это спина это плечо и это голова твоя задача решить какие 2 из них ты будешь использовать либо плечи плюс голова либо голова плюс плащ либо плечи плюс голова либо плечи плюс плащ так, подожди что я использую я использую плечи плюс плащ когда мне дропнет хорошая сетовая голова я одену оценовые плечи 915 с сокетом скорость тиву который у меня уже есть дропнувшись из чертов Там дождь что ли? Нет Итак, дальше смотрим твой шмот Крит не твой стат Ну Аксессуары у тебя конкретно На выживание И они выбраны с целью пережить Большой объем дамага Статичные трения Не знаю Сложно что-то по тринкам придумать Понимаете, те тринки, которые хочется Использовать, они относительно малого эквипа И они зайдут не под все бои Поэтому их просто надо ротировать Статы хорошие Правда, искусности хочется больше Как раз крит в искусности или универсальность Что-то типа такого придуман Поменяешь мод с критом, это будет достойно Смотрим твой во прогресс Один релик на максимальный запас ярости Сменить Один релик на броню, отлично Один релик на увеличение крит шанса Мощного удара щитом При активном Блоке, блоке щитом Неплохо, на самом деле Но релик на ярость надо менять Не думаю, что ты накапываешь много ярости Действительно Таланты У меня есть гнев Почему вы сейчас играете с гневом? Неужели вы так много ярости получаете? Да ну быть такого не может Надо будет попробовать поиграть с гневом Действительно Может уже я просто старый И не шарю в этих нововведениях Изменениях билдов и прочем Ох ты ж, ё-моё Это интересно Так Нужна консультация Лучше тебя? Про твара не знаю Они есть Но они просто не стримят Сейчас докачиваюсь до 110 Хочу сразу же идти в верном направлении Скоро, пожалуйста, с чего начать? Кышмот выбить первым Начнем И на чем акцентировать внимание больше всего Ссылку на арморе брошу Хотя там чекать нечего Заранее спасибо С меня печенька и карма Я тебе адрес напишу в личку Печеньки вышлешь Не вышлешь? Ну, забаню где-нибудь Так А когда ты в последний раз играл? Я чекал тебя давно Ты был 102 И я чекаю тебя сейчас Ты 102 Шмот обычно берется на скорость и вкусность 30% скорости Это максимальное количество Которое хотелось бы И которое желательно И Ну, искусности как бы С универсальностью Они будут апаться сами В гуще боя хороший талант С целью раскачки Обновленная ярость Не самый лучший талант На прокачку Действительно Лютая месть Или аватара зайдут Получше Опустошитель Как вариант Можешь взять себе С целью прокачки Вставляй релики Которые тебе дают по квестам Потому что 102 У тебя еще не единого релика В пушке Как я правильно понимаю Это же стандартный Эквип 750 Это вообще не дело Как только апнешься Если у тебя достаточно голды Можешь прикупить себе Крафтовую легендарную Вещицу Поясок Скорость и вкусность Плюс 3 Сокета Поиграешься с ней Потом все-таки Все равно сменишь На запястье На запястье плюс перчатки Или на запястье плюс поясок Или на поясок плюс Треники Лждена С целью большого количества АОЕ Но это дело твое Уже будет потом И все будет видно Уже когда Качнешься до 110 Надеюсь На примере Прошлых воинов Ты многое для себя Узнаешь Так Смотрим дальше Там Севус Привет Макс Хочу узнать твое мнение Давай глянем Что у тебя Кто ты вообще Ну Севус Это интересно Конечно Если тебе есть Чего его Прокать То это классно Но перчатки Все-таки получше Легендарные Окей Хороший шлем Не самая лучшая шея Крит не твой стат Идеальные плечи Действительно Они реально классные Хорошая спина Третий стат Это скорость передвижения Если что Для непонятливых Идеальные тринки Действительно Так Так Очень много крита 910 И скорость Искусность будет получше Хотя тут Самоисцеление Сладкие штаны Но обидно Что они проклялись Критом Пояс меняешь Хаски чуть-чуть Можешь срезать Крита точно срезай Искусности надо повысить Таланты как у меня Ну фул героек Потому что надо зачистить Скоро все-таки Гробница Саргераса Откроется И неужто ты даже Героя своего времени Не получишь Ты что Не позорься Давай глянем Релики твои 54 Куда это Спускаюсь Ой Это же глупо Ставить релик На прыжок Ну зачем Не поможет При танковании Особо Кроме Это маг От ярости Ну на прыжок Точно меняешь На какой-нибудь Пополезней Да и все в принципе И срезаешь Долю крита Где-то тут Угу По чаркам Все хорошо По шмоду Все хорошо Почему у тебя нет Сетовых кусков Дропни себе Сетовую голову Дропни себе Сетовый плащ И все будет Отлично у тебя Вот я кстати Также планирую Можно сказать У меня почти Аналогичные плечи Только 915 Вот Я планирую Себе сетовый плащик Одеть и сетовую голову Голова только тогда Когда пропнет Хорошего эквипа Одевать 905 В замену 915 Это Равносильная замена Для меня Ну а так Хорошо Нормально одетый вар Действительно Ну вот шейку Дропни себе О жерелье звезд Чтобы усиливать Осколок времени Это будет достойно Осколок хороший Тринька Вполне Прокает раз в минуту Это точно Но Если ты надумаешь Менять свой шмот Как я это делаю При смене комплекта Экипировки То Чтобы у тебя Начал снова Прокать осколок времени Насколько я правильно знаю Нужно ждать Какое-то время И насколько я Начал там Потом замечать Так что Будь Аккуратней с этим Остис Угу Это Какой там Трансмокт Спандарин Сто Шмот Аналитика А То есть ты уже сам на себя аналитику сделал Ну хорошо Давай прочитаю Запястье 900 на крит А есть 880 на хосту Ступни 905 на крит А есть 885 на хосту И есть штаны 905 на крит Но не меняюсь С 795 на хосту Какие-нибудь с ты ходишь Я схожу в казематы К такому логову Чащу к челу 8-10 О Беслист Чекай мой Беслист В нем все написано Касательно того Какие инсты ходить И По-моему К челс чаще Это именно те инсты Которые я Не особо-то и советовал Если честно Ну вот Сфера истязания Не самый лучший аксессуар Ну вот Это что? Ну вот Это сильный тринкет На самом-то деле Я хочу себе такой Скинь по почте Пожалуйста его потом Ага Вот А то что ты не меняешь вещи С критом на что-либо другое Ну у тебя очень мало скорости И тебе просто нужно дропнуть Вещи аналогичного эквипа Как вариант С конкретной скоростью И тебе нужны легендарные запястья Вместе с легендарными перчатками Угу Это будет весьма полезно Давай глянем твои релики И перейдем уже дальше Угу Ага У тебя 50-ый Да Так уже не прокатит Смотреть Это релик с Александр Ой Что он там дает? Ну-ка Так Рейды ЦН Александр Он дает максимальный запас ярости Это глупый релик Это процент хп А это по-моему Тоже максимальный запас ярости Да? Да? Зачем тебе дополнительные 20 ярости от реликов? А это мог даже тут увидеть Видите? 160 ярости Зачем тебе дополнительные 20 ярости Если ты можешь взять себе что-то другое? Какой-либо дамаг Броню там не знаю Или плюс поглощение от Стойкости к боли Это будет намного лучше Дропай Удачи Угу Прошу подсказать Что лучше дополнить Изменить на миф плюс И рейдинг Если они отличаются По комплекту легендарок На прота нет только пояса И кольца Заранее благодарю Вот то что у тебя нету пояса Это весьма обидно Как вариант Начни покупать себе пояс За Осколки Это будет классно По поводу Шмота И по поводу Комплектов экипировки Для рейдинга И для АОЕ Миф плюс Да Все таки миф плюс Это по большей части Трэша там до кучи Я рекомендую тебе посмотреть видосик О котором я еще заикался в начале Это Мои комплекты экипировки В Легионе Мои комплекты Война в Легионе Я обязательно кину эту ссылку В описании Пора уже Да Найдешь ее Сразу же Первым делом Посмотри И все поймешь На самом деле Анализировать тут по шмоту Не особо вижу смысла И В итоге Сам все поймешь Разве Вести к войне Хороший талант Да ну Ударная волна Получше будет А это Это фури Скажи Бис Бис Скажи Бис Лист Лег И какие статы Нужно набрать 27-30% Скорости Хорошее Полезные ресурсы Какие могу вам Предложить Это Свою ВК Группу Свою Твич Что еще Себя Могу Предложить Своего Вара В течении Этой недели Я постараюсь Релогаться Только в том шмоте Который Конкретно Нам не одет А не в том Относительно Фейковом Как его любят Называть Я сижу И обновляю И обновляю А оно не обновляется Понимаете Обидно Ну Так что Как говорится Всех вам благ Счастья Там Здоровья Легендарок Побольше Манолог Мой на этом окончен Всех вам благ